Нам нужно придумать что-то уникальное, что-то своё. Ну, слушайте, давайте тогда посмотрим где-то в архивах. Мне кажется, там всегда можно найти что-то интересное. Можно взять какие-нибудь хроники. Кстати, я недавно видел документальный фильм «Ленинград в борьбе». Да он известный, наверное, все его уже видели. Подожди, меня поразила работа операторов там. Неужели все эти кадры были сняты в реальной жизни? Давайте я вам покажу. Пока обходился врагу каждый налёт на город. Сотни немецких самолётов были сбиты на подступах к Ленинграду. КОНЕЦ Продолжение следует... Камера и плёнка. К вам такой не поступал? Да, помню. Привезли контуженного. Он ещё никак не хотел расставаться с каким-то ящиком. Кажется, в нём была съёмочная камера. Это ваш товарищ? Да, да. Это он. Что с ним? Пойдёмте посмотрим списки. Нам нужны списки. Хорошо. Это он? Да, да. Это он. Что с ним? Я сошпею. Могу я забрать его? У него, кроме меня, никого нет. Комиш. Да, досталось нам вчера. Да, досталось. Интересно, чего Филиппа ещё нет. Какие люди? Пап, да, бросай вещи туда. Рад тебя видеть. Как дела в Москве? Ничего, воююем. Кстати, познакомься. Наш молодой, подающий надежды ханикёр. Ого, какие богатства. Как из другого мира. Да ты просто волшебник. Мы от такого уже отвыкли. Пойду соображу кипятка. Давайте к делу. Меня к вам прислал комитет кинематографии. Вся страна ждёт от вас вестей. Почему вы не присылаете материал? Да у нас всё готово. Но Горком ещё не утвердил. Завтра нас ждут в Смольном. Смотри. Вот вы, черти. Как вы это сделали? Мы направляли объективы в разные стороны. Пытались поймать взрывы. Было страшно. Лучше вот посмотри, что сняли, как ты выразился, вот эти черти на мощнейший во всём союзе объектив. Мощнейший. Как раздобыли? Как раздобыли? Как раздобыли? Под расписку. А где? Военная тайна. Открыто. Ну, наконец-то. Мы вас заждались. Смотри, кто к нам приехал. Что случилось? Почему так долго? Где Филя? Ради чего? Ради чего он умер? Ради чего умирают такие ребята, как он? Да, мы живём в окопах, ездим на танках, летаем на самолётах, но всё это бестолку. У нас нет ни пистолетов, ни винтовок, чтобы стрелять фашистскому брать. Всё, что у нас есть, это чёртовы камеры. Послушай, мы снимаем историю. Она должна знать правду. Ты не понимаешь. Мы просто стоим в стороне и наблюдаем, как где-то там, за нас, умирают другие. Умирают во имя Родины, во имя семьи. А во имя чего умираем мы? Сейчас мы не должны стрелять. Мы должны встать под пули и снимать. Как бы тяжело ни было, мы должны взять в руки камеры. Когда сбили советский самолёт, и внутри были обнаружены трупы советских лётчиков, я, держа камеру в руках и давясь слезами, не посмел снимать. Просто смотрел на них. Смотрел, но не снимал. И теперь я проклинаю себя за это. Ведь камера наши глаза. Плачь, но снимай. Ну что же мне сказать всем вам, товарищи? Ваша картина не соответствует действительности. В ней, как таковые, отсутствуют сцены борьбы. И она не отражает реальное положение вещей. Да, я согласен. Направление выбрано неверное. Показаны мрачные стороны жизни. А действительная жизнь, борьба с трудностями, борьба за то, чтобы сохранить город, не показана. Вот, например, момент, где один человек перетаскивает по одной льдинке. Народ обессилен. Это отвратительно смотрится в кадре. Лучше перенести это в следующую сцену, где лёд бросают на машину. Там видно, что работа идёт. В картине переборщен упадок. Выходит, всё рухнуло? Где боевые эпизоды? Где действия пехоты? Где истребительные движения? В боевом отношении картина неудовлетворительна. Да что вы об этом знаете? Это должна быть картина грандиозного международного значения. Это вызов Англии и США. Вот как надо драться. Я вас понял. Мы всё-то снимем. Уж будьте добры, товарищи. Фильм ждёт сам товарищ Сталин. Товарищи. Они не выносили раненых, не разбирали завалы. Они снимали блокаду, снимали войну. С воздуха, с суши, с моря шёл на студию отснятый материал. И они снимали. Снимали, не зная, когда будет проявлен негатив. И будет ли вообще проявлен когда-нибудь. Уходя из дома, кинорепортеры не знали, вернуться ли живыми. На всякий случай, они объясняли близким, по какому адресу отправлять отснятый материал. Впервые блокада была запечатлена в ленте «Ленинград в борьбе». По настоянию чиновников фильм перемонтировали, досняли и превратили в агитку. Но даже в таком виде он содержит пронзительные сцены, которые позднее назовут смертельными кадрами. Лишь непосредственно перед Нюрнбергским процессом, когда фильм понадобился для суда над нацистами. Роман Кармен вернул в ленту вырезанные кадры, и фильм показали полностью. Безымянные герои снимали усталых солдат. Снимали убитых и раненых. Снимали для тех и во имя тех, кто ковал великую победу. Плакали, но снимали. Последней главой фильма стал полный разгром фашистов под Ленинградом. Но мы скажем всем, кто упрекнет. С наше покачуйте, с наше поночуйте, с наше повоюйте хоть бы год.